Их служба и опасна и трудна. Их профессия – встречать любую угрозу лицом к лицу. 29 августа в России день сотрудников спецподразделений. В честь праздника спецназовцы отряда «Ураган УФСИН» организовали соревнования для своих подшефных, пригласили и воспитанников других военно-патриотических клубов. Из Иваново и не только. Сегодня на наших соревнованиях участвуют 13 команд. Команды приехали из разных регионов нашей необъятной страны. Это и Мордовия, Ярославль, Кострома, Ивановские команды очень много. Ребята все возрастной группы от 14 до 16 лет. Все ребята являются подшефными отрядами разных спортивных и военных подшефных подразделений. Полосу препятствий специально строить не пришлось. Использовали готовую. Обычно здесь тренируются бойцы ОМОН, управления Росгвардии. Для детей трассу только немного упростили. Но большинство этапов остались. Нужно переправляться по земле, по воде и по воздуху, преодолевать стены, овраги и коридоры с колючей проволоки. Все по-взрослому. Практически все то же самое, только нет боевой стрельбы и метания саперных лопат. Еще более такие опасные некоторые. Я даже скажу не так, остались все элементы, но добавили больше страховочных. Где-то можно подержаться за веревочку, где-то дополнительный корабль на прицепляем детей. А так прочесть все то же самое, только нет боевой стрельбы. ОМОНовцев на соревнованиях представляли их подопечные из детского дома «Звездные» и учащиеся Ивановского кадетского корпуса. Кое-какая подготовка у ребят уже есть. С детским «Звездным домом» работает ОМОН и с кадетами, и управление ОМОН, также все подразделения работают. Полосу не проходили, потому что полосу готовил спецназ УФСИН. Не готовились, но я думаю, все для победы и будем стараться победить. Главное пожелание наставников при любых обстоятельствах оставаться командой кадеты выполнили. Финишировали все вместе. Потому что команда, мы все одно целое, и поэтому мы друг друга ждали, чтобы поддержать, потому что одному всегда легче, чем в команде. Много адреналина, все это очень интересно, главное иметь большую силу воли и хорошую физическую подготовку. Победа или поражение для юных патриотов не так важно. Главное было интересно. И уже то, что они преодолели все препятствия, как настоящие спецназовцы, достижение. Есть повод гордиться собой. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново, Лежневский район.